всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в своем видео хочу показать вам свой мандарин и расскажу как я за ним ухаживаю как он у меня переехал в дом после улицы в общем смотрите видео до конца будет интересно вот мой мандарин появился он у меня пять лет назад я его привезла из абхазии это прививочка сделанная и вот он у меня первый раз зацвел и заплодоносил сейчас я вам покажу какие плоды вот такие плодики у нас уже такие крупненькие думаю в новый год будем пробовать свои мандарины и причем у него очень много мандарин и смотрите видите цветы то есть цветов достаточно еще тоже на нем много аромат стоит обалденный и вот где цветочки везде везде завязываются плоды то есть мне даже кажется что он как сама опыляющих какой-то может конечно его и опыляет но хотя вот эти вот цветочки дома уже расцвели расцвели и сразу я вам сейчас покажу смотрите мандаринки маленькие видите то есть дома пчел нет то есть он как бы видимо сам опыляется у него наверное есть цветки и женские мужские но я не буду в эти подробности потому что могу что-нибудь и соврать так что я буду рассказывать все вот всю информацию как я за ним ухаживаю хочу еще вот так показать вот эта ветка так вообще вся 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 в мандарина вообще классно так он у меня стоит еще на кухне и так хорошо вписался а когда будут на нем раньше вы оранжевые плоды будет вообще зрелище классно здесь вот один такой плодик здесь вот смотрите какие два шарика такие главное листьев нет а плодики на этом листья просто такие желта были я их убрала здесь вот такой цветочек ароматный конечно аромат когда цветет цитрусовые это конечно вообще очень приятно пахнет но у него такой достаточно толстенький стволик я его обрезала не раз я хотела сформировать такой компактный кустик ну так как это не домашнее растение а уличная поэтому он все равно вот такой вот у меня раскидистый такой раскидистый и везде на веточках видите у меня вот мандарин то есть везде везде появляются цветы а затем плоды я его даже честно говоря вот ну вообще удобряла только ферктика люкс ну конечно обрабатывала его хелат железом и поливала и опрыскивала так как цитрусу необходимо потому что у него нехватка идет железо он же в горшке сидит горшок у меня примерно ну 25-30 литров я его давно очень не пересаживала ну цитрусы не рекомендуют пересаживать ежегодно их нужно очень редко пересаживать но вот этот горшок я думаю ну по весне скорее всего перевалю побольше горшок ну какой-нибудь бочонок например и все и оттуда уже его пересаживать не буду он у меня стоял все лето на улице причем на солнышке видимо это спровоцировала его еще к светению и плодоношению я так думаю все таки ему светлое помещение нужно обеспечить потому что если света хватать не будет он все равно плохо будет развиваться может и не зацвести я думаю еще у меня просто время пришло ему поэтому он у меня заплодоносил мой красавчик листва у него хорошая зеленая но некоторые такие знаете обгорели на солнышке потому что стояла но вот у меня вопрос есть может быть кто-то занимается цитрусовыми вот видите у него как бы лист немножко подкручивает у новых побегов но хотя они такие уже жесткие листочки вот я думаю что-то видите не хватает немного кучи рявится если кто-то знает то можете написать мне в комментарии я буду очень рада поливаю я его по мере пересыхания я даю просохнуть может быть где-то остается влага но я сомневаюсь скорее всего я просушиваю грунт и я смотрю что ему принципе нравится потому что перелива как и все растения он не терпит его лучше не долить потому что ничего не будет абсолютно потому что влага у него сохраняется и в листьях ну конечно долго нельзя вот это пересушивать да а вот какое-то время я уже приноровилась я просто знаю уже даже если у него здесь сухо а вот я сейчас рукой делаю здесь конечно одни корни грунта вообще нет и я думаю даже поэтому вот у меня листья вот эти верхние которые я задавала вопрос что скручиваются я так понимаю что не хватает просто питательных веществ грунта нет одни корни требуется пересадка но я теперь уже буду ждать до весны трогать я его не буду так как он у меня там с плодами грунт для мандарина я использую для цитрусовых единственное что в этом году немного подкормила его конским навозом это тоже они любят это либо корове либо омске то есть какой есть могу сказать что мандарин не переносит частые перестановки он любит одно место и допустим когда цветет то его даже нельзя как бы вот поворачивать пертеть ну он у меня либо вот на улице стоит я вот тоже там не поворачиваю как стоит так стоит и сейчас тоже вот у меня встал и поворачивать его особо и некуда и незачем но он у меня хорошо вписался я вообще вначале за голову просто взялась думаю как же я буду заносить свои растения в дом думала вообще ничего не войдет оказывается дом-то резиновый как-то они расставились и место есть еще и у меня всего осталось большая бургенвилья на еще 2 ну это как бы по мелочи там то есть все прекрасно вошло если захотеть то все можно сделать и расставить красиво и все и у меня вот так вот получилось мы живем в оранжереи я уже говорила и мне нравится что вот такая вот стена зеленая которая разделяет обеденную зону кухню и гостиную так что пишите комментарии подписывайтесь на мой канал ставьте лайки увидимся в следующем видео а